ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Огонь был таким, что на его тушение направили аж четыре пожарных машины. Причина такого бедствия оказалась банальной. Неосторожное обращение с огнем. Все детали у Алины Мулояновой. Окна повыведены, теперь где я ее грешу. Анна Семеновна сегодня осталась без дома. На его месте обугленные стены, разбитые окна и куча тряпья. Накануне ночью здесь находился только квартирант, который весь день выпивал. После гулянки мужчина заснул зажженной сигаретой, из-за чего загорелся матрас, а потом все вокруг. О том, что произошло, Евгений помнит плохо. Я спал. Так, спали дальше. Все, загорелось. Сам виновник в происшествии не пострадал. Отделался небольшой порцией угарного газа. Из горящего дома пьяного мужчину вытащил сосед. Он же и сообщил о возгорании в пожарную службу. В течение полчаса огонь был потушен. Внутри дома все сгорело, а вот стены удалось сохранить. Стены деревянного дома внутри были оштукатурены, и поэтому дом отстояли, только, получается, уничтожено имущество, которое находилось внутри дома. Дом не пострадал. Восстановить дом еще есть возможность. Отремонтировать его хозяйки обещает сам виновник пожара. Однако, как незадачливый квартирант собирается это сделать, непонятно. Ведь, по словам соседей, Евгений нигде не работает и беспробудно пьет. Еще один пожар случился накануне в торгово-развлекательном комплексе «Тахов». ЧП произошло в помещении камеры отходов магазина. Пожарные уверены, всему виной непотушенная сигарета. Это видео к нам в редакцию прислал проезжавший мимо магазина «Очевидец». На кадрах видно, как из камеры отходов выливаются клубы дыма. Сотрудники магазина заметили его не сразу. Внутренняя дверь камеры была плотно закрыта. Тем временем в крохотном помещении горели пластик и деревянные предметы. Работники комплекса сразу же вызвали пожарных, которые буквально за пару минут устранили причину возгорания. Ей стала непотушенная сигарета. Буквально за день до этих инцидентов пожарные, милиция и соцработники отправились в очередной рейд. В этот раз обследовали неблагополучные семьи в Мизенском и Гагарке. Что не дом, то настоящая драма. С правоохранителями в рейде побывала и наша съемочная группа. Пожарных ждут не везде. В этом съемном доме проживает семья с двумя маленькими детьми. Очевидно, что родители пьют. На заднем дворе наша съемочная группа обнаружила несколько пакетов с бутылками из-под горячительных напитков. В доме ситуация не лучше. Масса нарушений пожарной безопасности. На полу стоит плитка двухкомфорочная с открытой спиралью. Просто на полу на полосе стоит. Розетка примотана изолентой, что тоже пожароопасно. Много вопросов по состоянию на сегодняшний день. Семья находится в социально опасном положении. Еще один социально опасный пункт – 19-й дом на улице Клубничной. Здесь пожарных встречает злая собака и грозный хозяин с кувалдой на плече. Я сказал, все, свободны все. Хозяин чужих в дом не пускает. Говорит, сам разрешит свои проблемы. Но участники рейда мало в это верят. Они знают, что жители этого дома официально нигде не работают. В этом недострое без света и нормального отопления. Они воспитывают полуторагодовалого ребенка. Ребенок вообще нигде не зарегистрирован. То есть после рождения ребенок не имеет прописки нигде. Ни по месту прописки матери, ни по месту прописки отца. Организаторы рейды обследовали десяток домов. Самая большая проблема, считают они, в том, что жители не шевелятся в поисках выхода. В этих домах в Курманке и Гагарке пожарные были полгода назад. С того времени никаких положительных изменений. За неуполнение предписаний пожарные вынуждены повышать штраф в два раза. И ждать, пока нарушители одумаются. Данила Калюшевский, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Энергия знаний. В Заречном продолжается конкурс исследовательских проектов «Курчатовские чтения». Сегодня жюри подводит итоги научного состязания. Борьба в этом году серьезная. На суд специалистов представлено более 50 проектов. О чем хотят рассказать зареченцы всей России и в каких домах будут жить уральцы, расскажет Александр Кузнецов. По этому выходу из данной ситуации ученые специалисты атомной энергетики предлагают использовать реакторы. Ученица 10 класса Александра Махаева, участница самого массового инженерно-технического блока, решила на курчатовских чтениях рассказать о строящемся блоке БН-800. Но рассказать не только зареченцам, а всей России. И в первую очередь подросткам, которые интересуются атомной энергетикой и планируют связать с ней свою жизнь. Александра попыталась подать сложную информацию доступным языком. И по словам исследовательницы, ей это удалось. Я сама школьник, и поэтому мне было проще говорить на языке, который доступен и понятен всем остальным. Поэтому информацию я брала непосредственно с сайтов Росэнергоатом, также пользовалась книжными изданиями и разговаривала непосредственно с людьми, которые работают в атомной отрасли. Познакомиться поближе с атомщиками пришлось и старшекласснице Татьяне Трофимовой. Она изучила династии сотрудников Белоярской атомной станции. По словам Татьяны, ей захотелось узнать, какие люди работают на станции, чем они живут и чем интересуются. А собранной информацией поделиться со всеми желающими. Для этих целей Татьяна создала специальный сайт в сети интернет. Пока, признается школьница, его не найдет ни один поисковик. Но в скором времени ресурс станет популярным. Я встречалась с простыми людьми. То есть обычно, когда какие-то до этого писали на курчатских чтениях работы, они писали о людях, которые являются какими-то начальниками на атомной станции или еще кем-то. А у меня работа написана о простых работниках станции. Каждый из представленных проектов жюри конкурса оценивала по целому набору критериев, главными из которых традиционно были три. Глубина исследования заявленной темы, возможность практической реализации проекта и умение презентовать свою работу. Причем последнее, по словам организаторов, является определяющим. И в этом конкурсанты достигли особого успеха. Ну уровень работы, если оценивать сравнение с предыдущим годом, то он несколько подрос. Особенно радует, что подрос уровень презентации и уровень самих устных докладов. Кстати, я могу отметить, что именно устные доклады и презентации, они имеют наибольший вес потом в итоговой оценке. Вместе с качеством работ растет и количество участников чтений, отмечают организаторы. В этом году побороться за высшую итоговую оценку собрались 54 старшеклассника. География юных исследователей тоже расширяется. Павел Николаев, школьник из Новоуральска, изучил возможность постройки экологического подворья в климатических условиях Урала. Подобные инновационные дома, рассказывает Павел, позволят сэкономить энергетические ресурсы и не нанесут вред окружающей среде. Исследователь уверен, в реализации его проекта сегодня существует огромная потребность. Антропогенное воздействие на природу достаточно великое и напрямую влияет на самочувствие людей. А такие дома позволили бы как-то смягчить или уменьшить эти вредные влияния. Соответственно, здоровье людей улучшилось бы. Сделать жизнь людей лучше или хотя бы наполнить ее новой информацией пытался каждый из исследователей. Инициатор конкурса Тамара Тихонова рассказывает, главная цель курчатовских чтений – вовлечение подростков в мыслительную деятельность. Каждый из ребят выбирает ту секцию, которая ему ближе по душе, связанная с его профессией будущей. И углубляется в знания той отрасли ядерной сферы. И это замечательно. Это огромное самообразование. Это ведь надо найти новый материал, это надо изучить. А интернет нам предлагает такую базу данных противоречивых. И ребенку надо разобраться, где ему кто правду говорит, а кто лжет. Средкой дружбой сильным и традициям дырным, вы курчатовцы и идеи одержимы. Итоги девятых курчатовских чтений подведут завтра в первой половине дня. А сегодня юные ученые побывали с экскурсией на Белоярской атомной станции. Школьникам показали машинный зал, блок управления и центр общественной информации. Увидели молодые ученые и строительную площадку нового энергоблока БН-800. Александр Кузнецов, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Дюймовочке сегодня исполняется 45 лет. Шестой детский сад, так его называют зареченцы, в эти минуты празднует юбилей, собрав в своих стенах работников, выпускников, детей и их родителей. Пожелания, подарки, все как полагается у именинника. За время существования Дюймовочка воспитала тысячи выпускников, переехала в новое здание и заработала кучу наград за труд. Почему детский сад считают волшебным и в чем его главное богатство, смотрите в нашем сюжете. Чтоб он жил очень долго. Его не ловит. Я хочу, чтоб никогда в садике не было ремонта, ничего не ломалось. Чтоб счастье было. Пожелания к юбилею любимого детского сада от группы «Умка» сегодня просто льются рекой. Маленькие медвежата весной покинут детский сад и пойдут в школу. Но уже сегодня каждый из них определился с будущей профессией. Полицейшки. Врачом. Воспитала Дюймовочка и своих работников. Любовь Ивановна Маркова – первая выпускница детского сада. Сегодня педагог с 30-летним стажем. Выросла здесь, теперь воспитывает детей. Вспоминая садочную жизнь, своим воспитанникам старается больше угодить. Очень не любила я в детском саду молоко пить. Очень не любила. Поэтому вот сейчас, когда ребятишки отказываются от молока, и мы их не заставляем дать, ребята. Здесь все как в сказке, рассказывает Любовь Ивановна. Поэтому и без волшебства Дюймовочке не обойтись. Настоящие чудеса происходят в комнате сенсорной интеграции, психологической реабилитации. Здесь Вера Михайловна и хозяйка, и главная волшебница. Это большая помощь воспитателям в работе, потому что они здесь отдыхают, расслабляются. И, знаете, непроизвольно, непринужденно. Они не хотят отсюда уходить. Вот занятие 25 минут, они могут по 30 минут, еще остаться поиграть. И не хотят уходить. Волшебную комнату дети посещают раз в неделю. Здесь для них все условия для развития и отдыха. Бассейн с мечами, массаж, колючий мячик и моторика. Говорящий попугай – хвала за достижения. А достижения у детей для Дюймовочки большая награда. Ведь приходят сюда дети с речевыми и психологическими проблемами. С детьми работают очень много специалистов. На каждой речевой группе работает учитель-логопед, который в тесной взаимосвязи с другими специалистами помогает ребятишкам. На каждого ребенка составлен индивидуальный маршрут развития. То есть тот, который для него необходим. Работают психолог. Два психолога у нас в детском саду. Дефектологи работают с детьми, например, где группа с задержкой психического развития детей со сложными дефектами. Работают учителя-дефектологи. Всего в Дюймовочке трудится 89 человек. Мастера и профессионалы, педагоги. Блестящий коллектив. Так их оценивает заведующая шестым детским садом. От всей души, конечно, я просто еще хочу поблагодарить их за их труд, за неравнодушное отношение к работе, за доброту, которую они проявляют к детям. И, конечно, это праздник всех, кто и ходит в детский сад, и работает в детском саду. И праздник родителей, потому что только в содружестве мы можем достичь каких-то результатов. Первая выпускница и педагог Дюймовочки Любовь Маркова также считает, что главное богатство шестого сада – коллектив. И все достижения и награды, а их у дошкольного учреждения скопилось немало, их заслуга. Коллектив мне очень нравится. Коллектив и в другой детский сад я, конечно, уже не пойду. И если уже говорить о том, что вопрос станет уходить в какой-то другой детский сад, лучше совсем уходить. А менять – нет. И это все мое. Екатерина Тонких, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Чистая победа в решающей борьбе. Со счетом 4-0 футболисты команды детской и юношеской школы Заречного выиграли у Екатеринбургского футбольного клуба «Урал». Игра состоялась накануне в спортзале «Электрона». Все подробности у Екатерины Тонких. Первый тайм наши игроки начали очень пассивно. Соперникам старались не вступать в схватки и мяч не делить. С футбольным клубом «Урал» наша «Дюш» играет впервые. Столь сильного соперника ребята явно побаивались. Но это не помешало отправить первый мяч в их ворота. Кол забил девятый номер Артем Гавриков. Тем самым принеся победу своей команде в первом тайме. Все хорошо. Сейчас выиграем. 1-0. Дима, про удары. Бери игру на себя. Бери игру на себя. Ваня, поувереннее в ворот. Все, входит. Дальше игра действительно стала больше похожа на бой. Все внимание приковалось к левой части зала. Мяч крутился у ворот соперника. Поставленные удары «ФК «Урал» периодически меняли позиции игры. Но характер наших спортсменов ставил их на место. Для них это был первый шаг. Такой успешный. Потому что они осмысленно осознают, что «Урал» – это команда, которой работают профессиональные тренера, которыми с детьми занимаются по две тренировки в день. То есть команда очень подготовленная, очень сильная. И дети, ну, наверное, я думаю, прежде всего проявили свой характер. Выполнили мою тактическую задачу, которую я поставил перед игрой. И результат налицо. Результат игры 4-0 в пользу наших игроков. Еще один гол принес команде Никита Черных. Два принадлежат Дмитрию Болотову номер 11. Десятилетний спортсмен уже четвертый год занимается футболом. Но победить такого соперника – особая гордость. Мы очень довольны. Еще одни крупные, поэтому они были хорошие соперники. Победа над «ФК «Урал» оказалась лишь началом. Сегодня наши футболисты обошли еще трех соперников. С большим отрывом Дюж-Заречный выиграла у команд Среднеуральска и Алапаевска. Со счетом 4-1 закончилась игра с Камышлова. Таким образом, команда Заречного переместилась на пятую строчку в турнирной таблице первенства Свердловской области по мини-футболу. В конце февраля им предстоит пройти финал. Там определится, кто получит кубок «Урала». Екатерина Тонких, Александр Кузнецов, Иван Козырев. Детали дня. Выходные погоды порадуют зареченцев значительным потеплением. Прогноз на субботу и воскресенье смотрите прямо сейчас. Информация предоставлена агентством «Гесметио». Завтра днем столбик термометра поднимется до отметки минус 9. Солнечно, осадков не ожидается. Ночью похолодает до минус 17. А вот в воскресенье днем температура воздуха прогреется аж до минус 7. И день снова обещает быть солнечным. В ночь на понедельник 18 градусов ниже нуля. Атмосферное давление стабильное. 751 миллиметр ртутного столба. Ветер преимущественно западный. 2,4 метра в секунду. Меньше недели остается до самого романтического праздника Дня влюбленных. Мы напоминаем, что Заречный ТВ продолжает акцию. Каждый из вас 14 февраля сможет признаться в своих чувствах родным и близким в эфире ТНТ. Место для признаний – бегущая строка. Начиная с 0 часов 14 февраля и на протяжении суток здесь вместо объявлений будут крутиться ваши признания. Слова любви своим половинкам уже можно отправлять к нам в телередакцию по электронному адресу зар-тв-2010 собака-яндекс.ру. Либо звоните в рекламный отдел. Телефон 75585. Внимание! Размещение признаний абсолютно бесплатно. Удивительные люди, необычные факты и острые проблемы. Все, что волнует вас, может стать темой нашего сюжета. Звоните и рассказывайте. Телефон 71172. Адрес сайта зар-тв.ру. За самую интересную новость мы дарим подарки. И на сегодня это все детали. Увидимся с вами на следующей неделе. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!